Друзья, всем привет! С вами снова интернет-магазин Antilife.com.ua В руках у меня модель THL-T100S Решил я долго не затягивать с этим обзором Потому что модель интересная Мне было самому интересно посмотреть Что же это за аппарат В принципе, про корпус, про внешний вид Я уже рассказывал в распаковке про данный смартфон Все это будет вот здесь по ссылке Теперь хочу перейти непосредственно к самому смартфону К железу и к тому, как это все работает Хочу сделать такое небольшое предисловие Обзор будет негативный Потому что есть что плохого в этом смартфоне Пожалуйста, не пишите люди, те, кто будут умничать Типа автор тупой, автор не знает, что такое кастомные прошивки Что такое там То, что, другое Обзор записываю с 7.01.2014 Никаких прошивок на эту модель на данный момент нет Поэтому обзор снимается с той прошивкой С которой он приехал к нам с завода Итак, приступим Первое, конечно же, хочу опять же показать технические характеристики Я их показывал уже в распаковке Ну и покажу вам их сейчас Это восьмиядерная модель Это THL T100S 26344 он набирает Здесь графический вскрытель Mali 450 MP Full HD разрешение Две 13-мегапиксельных камеры С пышкой, с автофокусом Здесь 32 гига встроенных 2 гигабайта оперативной памяти Процессор у нас реально восьмиядерный Это именно первый процессор, который работает одновременно со всеми восьми своими ядрами Частота работы этих ядер составляет от 728 до 1664 МГц IPS-матрица 5 дюймов экрана 480, это плотность пикселей 145 грамм вес телефона Давайте перейдем непосредственно к датчикам Что у нас тут под датчиком есть в этой модели Здесь есть GPS, Wi-Fi, Bluetooth, Компас Есть датчик приближения, датчик освещения Есть вспышка, есть NFC технология, есть OTG технология И в принципе больше вот здесь ничего нет Акселерометр само собой есть И количество точек касания здесь на этом экране их 5 Так, идем дальше По поводу прошивки Прошивка здесь стандартная 4.2 Android Что-то более говорить тут не стоит Потому что есть полноценный русский язык Рабочий Play Market Google сервисы То есть здесь все в порядке, все хорошо С завода идет нормальная мультиязычная прошивка С русскими и английскими клавиатурами Ну в общем все здесь без проблем Что касается экрана Здесь 5 дюймов Рабочий размер по диагонали Здесь Full HD разрешение Здесь IPS технология Здесь OGS технология Это дисплей плюс тачскрин Это как одно целое Экран мне нравится Углы обзора максимальные Как ведет себя экран при тех или иных картинках И при наклонах При вот темная картинка Вот посмотрите Как она отображается Например, вот картинка вам И попробуйте уловить Как изменяется цветопередача При наклоне смартфона Чуть-чуть меняется оттенок Ну в принципе экран Как по мне очень хорош Очень такой яркий, сочный Цвета все реалистичные Плохого я про экран сказать Не могу ничего Экран мне нравится Запас яркости здесь Также на уровне То есть можно будет И при ярком солнце Непосредственно Юзать смартфон И допустим Полежать, почитать С телефона книжку Или поиграть в игру Чтобы оно не давило на глаза Датчик автояркости Работает также отлично ClearMotion Это технология Вот которая появилась На MTK6592 процессоре Скорее всего Предназначена Как вот и на телевизорах Для более плавного Более реалистичного Изображения Передачи изображения На дисплее Также хотел пару слов Сказать о звуке Я ожидал, что с появлением Вот такой вот новой Скажем так Флагманской модели Первого Одного из первых Восьмиядерников Я считал, что это будет Во всех Параметрах Со всех сторон Это будет идеальный смартфон Но не тут-то было Например Вот звук Те вот заводские наушники Которые поставляются С этим смартфоном Они очень плохого качества Они хоть и вакуумные Но Действительно Какие-то такие Пустышки С более хорошими Наушниками У меня Sennheiser Наушники Большие Вакуумные Тоже есть Звук более-менее хороший Но все равно Очень средненький Звук Внешний Я также могу вам Продемонстрировать Он, во-первых Не такой громкий Я Ожидал, что это будет Что-то на уровне К900 По звуку Но Абсолютно этого не увидел Вот это максимальный звук Созданный Чтобы подчиняться Звук и не громкий И не тихий Но я не слышал Вот этого всего Качества Чистоты звука Без обид Но я не работаю В команде Вот такое мое мнение Что касается Производительности Что касается Графики С новым процессором 6592 Тут все Очень интересно Для начала Покажу вам Скриншоты Синтетических тестов То есть То, что Показывает смартфон При тестировании Например В NanoMark Это вот 50 FPS Дальше Я тестировал Эту модель Через Epic Citadel 36.3 FPS Но вы видите Что только Высокое Качество А не Ультра В этом смартфоне Я был очень удивлен С этим графическим чипом Допустим В такой игре Как Asphalt 8 Допустим В Epic Citadel У него Не предлагает Нам Сам смартфон Выставлять графику На максимальные настройки На ультра Какую-то графику Скорее всего Это связано С прошивкой И С несколько Непопулярным На данный момент Пока еще Графическим ускорителем Mali 450 То есть Я вам это все Продемонстрирую Чуть позже Что касается Что касается Всех вот этих Вот Тестов Синтетических Он везде Показывает себя Хорошо В Antutu Как вы помните Он набрал 26 тысяч Там 433 Что-то такое По синтетике Смартфон Отличный Восьмиядерный То есть Все на самом Деле Также Хотел по поводу Производительности Вам уточнить Вот такой вот момент В настройках Батарейки Есть Такой вот Режим Энергосбережения Если установить Эту галочку То якобы Смартфон должен Быть Менее Шустрым Но дольше Работать От аккумулятора И без нее Наоборот Я не заметил Ни с галочкой Ни без галочки Никакого Ни прироста В производительности Ни его Уменьшения Ни увеличения Продолжительности Работы аккумулятора То есть Что с галочкой Что без галочки У меня Результата Никакого не было Сказал я вам Так В словах На словах По производительности Что где я заметил Ну а теперь Давайте непосредственно Перейдем к играм Посмотрим Что же все таки Может этот смартфон И как он воспроизводит Все эти современные Игрушки Так D-TRIGGER 2 Настройки графики Здесь у меня Дает вариант Только высоко Поставить Ну и давайте Смотреть Что же Как он Как эта игрушка Будет запускаться Асфальт 8 В общем то о чем Я говорил В настройках Мне даже Недоступны Вот эти вот Варианты Средняя Высокая То есть Игра идет Запускается На низких Ну а естественно С таким уровнем Графики Игрушка будет На этом процессоре Просто летать Потому что Это никаких проблем Не будет Не составляет Игрушка будет НФС Играет Вот так Играет Проблем не будет Здесь Full HD Разрешение Экрана И 8 ядерный Процессор То есть Стандартные Технические Характеристики Только вот Немножко Другой Процессор И что мы Видим По Тесту аккумулятор Всего лишь 382 балла Это Антуту Тестер И Всего лишь 1.5 Точнее 1.5 Минут Со 100% До 15 Это у меня Был Разряд За счет Epic Цитадель То есть За счет Игры То есть В игре Стандартно Смартфон С 2000 Аккумулятором Должен показывать себя Ну в районе Трех часов Как минимум То есть Я этим очень сильно Огорчен Я не знаю С чем это связано Придут Другие поставки Этих моделей Буду обязательно Тестировать И будем смотреть Что там Как там будет с ними Как я уже и говорил Есть в этой модели Технология NFC Вот она включается И также Является рабочим Технология ОТГ То есть Можно вставить Карточку Флешку Мышку И тому подобное И все Это в этом плане Работает В этом смартфоне Напоследок Давайте поговорим О камерах В данном смартфоне Значит Здесь Две камеры Две камеры Как заявлено Производителем От компании Sony Камера Фронтальная Имеет 13 мегапикселей Она тоже С автофокусом Задняя камера 13,3 мегапикселя Она с автофокусом И с отличной вспышкой Вспышка действительно Очень яркая И все супер По поводу Качества съемки Если честно Я тоже Немножко разочарован То есть Тот же TGL W11 У него Камеры были Гораздо лучше По настройкам Тут все без проблем Тут есть Эти 13 мегапикселей Тут есть Вот эти все настройки Запись видео Идет в формате Full HD Но я не вижу Того качества Которое мне хотелось Да Макросъемка Отличная То есть Он все фотографирует Все без проблем То есть Фотографии Получаются Отличные Но если я хочу Что-то сфоткать Подальше То качество Оставляет Желать лучшего На автоматической Настройке ICO Очень большие Шумы То есть Вот Вот такое Вот Когда этот ICO Уменьшаешь До минимума Ставишь ему 100 То Эти шумы Практически Пропадают Но все равно Они есть То есть Как я не пытался Как я не игрался С настройками Я не мог получить Хорошего качества Съемки Фронтальная камера Может нам Фотографировать Хорошо и лица И в принципе Фотографировать Допустим Там Текст С монитора То есть Текст Вот это Сфотканно Фотографирован Фронтальная камера И тут все Без проблем Сама камера Которая снимает Нам видео Все делает Тоже хорошо В принципе При достаточном Освещении Снимки получаются Качественными Но Вот при Воспроизведении Видео Наверное Сейчас вы так Хорошо не увидите Но я выложу Обязательно Как всегда Этот пример Не работает Автофокус На всю катушку То есть Он фокусирует Да Что-то там Оно приближает Отлично Все Но В итоге Получается Совсем не то Чего Ожидаешь От такого Скажем так Смартфона В заключении Хочу сказать Что смартфон Получился Не таким Качественным Как мне бы Этого хотелось Снаружи Все классно Все работает Все супер Но Внутри Есть Много Моментов Над которыми Стоит работать Я очень Очень Надеюсь Что все Это будет Исправлено С обновлениями Прошивок Я еще раз Вам говорю Всем критикам Которые будут Писать глупые Комментарии Что Там Брак Не брак Никакой Это не брак Это первый Тестовый образец С сырой Прошивкой Продукт еще Сырой Как только Немножко Пройдет времени Появятся Прошивки Мы будем Прошиваться Да я думаю Что из Китая Тоже будут Прошивки Ставить Более Такие Рабочие Стоит Дорабатывать Им камеру Стоит Дорабатывать Длительность Работы Аккумулятора Ну и Что-то С Производительностью С Запиленностью К этим Всем играм С Оптимизацией В общем Графических Вот этих всех Возможностей Смартфона И Также Напоследок Хотел вам Еще сказать Такой момент Сейчас Эта модель Скажем так Вышла Одна из самых Первых Очень странно Что цена Закупочная В Китае Колеблется Посредине Топовых Решений Топовых Вариантов На процессоре МТК 65 89 То есть Эта модель В закупке Не стоит Там 350 Долларов То есть Дороже Там Всех МТК Нет Эта модель Даже Дешевле Чем Ж Ю G5 Эта модель Дешевле Чем Зопо ЗП 990 Эта модель Дороже Всех Тешелей Которые Сейчас Есть Потому что Все они Подешевели С выходом Вот этой Вот модели Но Эта модель Абсолютно Не дороже Опять же Тех же Модели Которые Я только Что Сказал Это Значит Что Либо Производитель Сделал Все На максимум По этим Денькам Которые За которые Он продает Этот Смартфон Либо Это Какой-то Маркетинговый Ход Потому что Я Считаю Что Зопо ЗП 998 Будет Стоит Наверное В закупке Долларов 300 350 Минимум То есть Это Будет Очень Дорогая Модель Эту Модель Можно Будет Продавать В Украине В наличии Из наличия По цене Где-то 330 Долларов То есть С нашей Накруткой И с Обеспечением Нашей Гарантией На этом Все Спасибо Вам За внимание Хотите Критикуйте Там Пишите Глупые Комментарии Что Я Там Что-то Где-то Туплю Неправ И тому Подобное Я Вам Рассказываю Все Как Есть Все Что Я Увидел Я Не Рассказываю Вам Знаю Что Это Все Софт Я Знаю Я Надеюсь Что Это Все Софт Я Знаю Что Эти Модели Будут Покупать Вопреки Всему Потому Что Реклама Есть Реклама И Будут Они Раскручены И Уже Сейчас У нас Каждый День Ну Если Б Эти Модели Были В Наличии В Таком То Можно Было Каждый День По 10 Штук Отправлять Вообще Без Проблем На этом Все Спасибо За Внимание Ставьте Лайки Кому Нравится Подписывайтесь На наш Канал В Скором Будущем Очень Много Новинок На Восьмиядерном Первом Восьмиядерном Полноценном Процессоре Поэтому Оставайтесь Будет Всегда Интересно Всего Доброго